В Акмулинском университете находится с визитом делегация из Киргизии, прибывшая для работы на стратегической сессии «Образовательное пространство России и Кыргызстана». В составе делегации ректоры крупных вузов, президент Кыргызской академии образования, руководители региональных департаментов образования, директора школ. Гости из Киргизии знакомятся с деятельностью Акмулинского университета и обсуждают проект основной образовательной программы для совместных российско-киргизских школ. В настоящее время у нас 200 ребят с Республики Кыргызстан обучается, это и бакалавриат, и магистратура. И вот наша основная задача в этом году, 1 сентября, президент нашей страны и президент Республики Кыргызстан Ларин Владимирович Путин и Садр Джапаров дали старт строительства школ, 9 школ. И наша задача к окончанию этих школ подготовить учебный план, который бы удовлетворял и стандартам России и Кыргызстана, и самое главное подготовить профессиональных учителей для этих новых школ. При участии гостей состоялось торжественное открытие кабинета Манас Урал в административном корпусе вузов. В основе киргизской культуры лежит эпическое произведение Манас, которое рассказывает о подвигах Манаса и его потомков, отражая национальный дух и историю Кыргызстана. Урал-Батыр – один из древнейших эпосов на Земле, являющийся памятником башкирской словесности. Общим духовным корням и дружбе, объединяющим два народа, посвящен кабинет. Новое пространство украшено киргизскими народными орнаментами, костюмами, утварью, отражающими традиции и быт кыргызского народа. На стенах можно увидеть работы студентов художественно-графического факультета из войлока, где изображены герои эпосов Урал-Батыр. Тут студенты из Кыргызстана будут не только обучаться, а также смогут ощутить частицу своей родины. Гостей и руководителей Акмульвинского университета встречала руководитель научно-исследовательского центра башкирского фольклора вуза Розалия Султангареева. И сегодня исторический, феноменальный день. Еще ни в одном вузе, нигде. Кабинет Манаса, страна Манаса в таком рафурсе, в таком масштабе не открывался. Мы вас поздравляем и от души желаем вам еще раз счастья. Мы сейчас находимся очень под большим впечатлением в связи с открытием этого кабинета. Я думаю, это роль и смысл открытия данного кабинета, я думаю, в ближайшее время даст очень большой толчок в развитии наших отношений, в развитии нашей дружбы. Потому что мы живем в таком веке, когда иногда мы забываем свою историю, свой язык, свои традиции. Я бы сказал так. Каждый народ должен знать, во-первых, свой язык, свою культуру, свою историю. И это показатель, это открытие этого кабинета и свидетельство этому. Здесь же состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Уфимской гимназией номер 39 имени Файзулина города Уфы и школой «Газпром Кыргызстан» города Бишкек. Айгуль Ганиева, директор гимназии номер 39, отметила, что подписание этого соглашения является знаменательным событием для образовательного пространства двух государств. В рамках этого соглашения будет реализовано много проектов. В первую очередь, научно-методическое сопровождение педагогов, курсы повышения квалификации, реализация совместных проектов, в том числе исследовательских. И самое главное, формирование эффективных механизмов для перехода в режим внедрения ФООП, федеральных основных общеобразовательных программ. Коллектив гимназии готов к сотрудничеству, так что мы уверены, что будет плодотворная работа. Торжественную церемонию украсили выступления школы сясенов и ансамбля кураистов факультета башкирской филологии. Визит делегации из Киргизии проходит в рамках реализации проекта по созданию российской киргизских школ с обучением на русском языке и по российским образовательным стандартам. Эту работу Акмулинский университет ведет по государственному заданию Министерства просвещения Российской Федерации.